вот мы заняты лепкой пельменей и опять у нас радость сейчас позвонил внук и говорит сдал второй экзамен по этому вождению который трудно сдается многие люди по несколько раз заходят а я думаю нет он должен знать он у нас способный он должен знать только сели пельмени лепить и он звонит сдал сдал я бы как заорали вдвоем теперь остался ему последний экзамен по городу теперь надо по городу я не знаю трудно или нет говорят 2 самый трудный просто едешь соблюдаешь светофор движение не зря мать с утра кричала идите 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 потренируйтесь потренируйтесь кричала и так он хитрый радуется что не ошиблись во мне главное главное что сдал я так и знал я вот шла с прогулки нельзя быть такой нет шла с прогулки и думала нет давай господи помоги ему люди молятся я не верующие но я просто вот так иду по тротуару и думаю нет он должен сдать он должен сдать сдал вот видите как хорошо а тут его дома пельмени будут ждать а он любит у нас пельмени какой молодец ну я в нем не ошиблась когда говорила что он у нас способный ленивый но способный а кто будет только я только я давай кира быстренько диме позвони ну что он сдал сам напишет молодец не надо чуть потолще вам делал совсем тонким вот друзья оказывается в жизни есть еще радости я думала уже нету радости а кота есть еще радости вот только вчера его ругал при твоих способностях можно такого жизни достичь а ты говорю не хочешь не ленишь ленишься неужели он нас первых прокатит а я только недавно не говорила даня нам мало осталось жить неужели ты должен нас первых прокатить вот машину заберет и все и будет но я вообще-то побаиваюсь сесть но лена говорила наша когда первый раз садишься у него на заднем стекле было приклеено предупреждение что за рулем начинающий водитель или кто-то в общем короче новичок и она всегда вот я с ней два раза ездила она так тихо медленно причем удивительно что что я однажды ей позвонила она мне не ответила а потом перезвонила и где я за рулем была видите какая молодец надо и нашу ну да не так сказать чтобы он зарубиться будет отвечать ничего страшного вместо двух полторы съедим и наедимся вместо трех две съедим надо ему позвонить кирам даньки зачем нам надо было купить придет сходит говорить это я не знаю второй день у нас прямо радость маленькие радости жизни должны быть люди боялись этого экзамена больше всего они боятся а почему кирам сказал она она наверно женщина принимала да кто там сидит нет там наверно есть руководитель офиса которая руководит этим всем процессом в смысле назначает да деньги принимает ну данёк удивил удивил проба зверь закрыта же он даже не слышит что внук сдал экзамен 2 2 сдал ты колбасу как нарезала вот оттуда и пошло вот вот как из этого сделаешь никак не делать надо колбаску такую чтобы кружочки были правильной формы диаметр чтобы везде одинаково надо хоть из какой сделать я уже вот там где углы выпирают я руками вот вещь руками подравнив сюда воды бухнула ну что бы машинку не достали она бы тогда бы я успевала с бабой края толстые у нее не нравится тонко можно раскатывать нет ты же когда катаешь сама края же тонко же катаешь к середине а там выдавливать это они все будут одинаково на пельменных заводах никто так не катает как кореянки катает края вот тонко а серединку потолще там машины катает одинаково все равно это моя мама так и не научились они как так быстро причем сегодня мама вспоминала сидели с папой отдыхали на скамейке я говорю вот смотрите какие мы были безграмотно и говорю. Ведь мы могли, если бы документом подтвердили, что моя мама ее из города Аха, Сахалина, депортировали. Но это надо опять-таки доказывать. Я говорю, нам, глядишь бы, здесь квартиру бесплатно бы дали. Аха, это Сахалин? Да. А я всегда почему-то думала, что город Аха, это Дальний Восток. Ну, все говорили Дальний Восток, Дальний Восток. Вот. А оказалось, что мы вот такой шанс потеряли. А что нам надо доказать? А доказать, что вот ее с города Аха депортировали. Что она там жила, короче. Да. Ее оттуда в Казахстан депортировали. Ну, вау. Это все в силу безграмотности. В Казахстане надо, надо, что она проживала до 37-го года в этом городе Аха. Что она Сахалинская кореянка. Вот это нужно доказать. А это их уже корейцев не касается. Ужаски здоровые вареники. Вот почему-то сегодня... Для Кореи важно, чтобы они проживали на Сахалине. На Сахалине, да. Были туда высланы. И что были репрессированы вот этими каких-то, японцами, что они. От них терпели, от японцев. Да. А то, что они дальше в Казахстан, это уже корейцы. А теперь как это доказать? О, господи. А может Андрею позвонить? Узнать. Может, можно как-то архивы там поднять? Ее свидетельства нету, а свидетельства о рождении матери у меня нету. Ни отца, ни матери. А зачем вам еще квартира? Нет, вообще я говорю, вот мы из-за незнания законов... Ну, не папа нет, а ты. Визу. Не визу, а вот это ежемесячное пособие. Они же дают жилье и выплачивают ежемесячно сумму определенную. Это как репарация. Ежемесячно нам вот к пенсии где-то сначала полторы, потом две, потом три тысячи. Это вот за, да, репрессированным, якобы типа на коммунальные, в общем, помощь была. Но надо же было доказать, вот сейчас, чтобы единовременное получить, надо доказать, что мама моя была из города Оха депортирована. Мам, ты что путаешь? Для того, чтобы здесь пользоваться правами, как сахалинские корейцы, нужно доказать, что она жила на острове Сахалин, в городе Оха, и оттуда была репрессирована. Если вы репрессированы и хотите получить вот эти сейчас выплаты в Казахстане, это вообще их не касается. Просто, что она была репрессирована. И все. А с Сахалина или с Дальнего Востока, разницы нет. Нет, вот, Кера, еще там же так было сказано, что якобы те, кто с Сахалина прибыли, да, вот эти корейцы, они пожизненно получат. У нас в Казахстане единовременно, а те, кто с Сахалина, они, мало того, им квартиру предоставляют. Это здесь, в Корее, это японцы платят. Прожиточный минимум каждый месяц. Я про это тебе говорю. А ты путаешь те казахстанские эти выплаты и здешние? Что-то я не думаю, что вот когда нам к пенсии 3 тысячи доплачивали, как репрессировали, что это казахстанское правительство, по-моему, это тоже на уровне договорились с Кореей. Корея какие-то деньги пересылала, и вот из этих денег, поэтому корейцам якобы к пенсии каждый месяц около 3 тысячи расплатят. Единовременно тоже говорят, что это корейская сторона оплатит. Никакая не республика. Я тюрь Нелли вчера спросила, Нелли, ты оформляешь себе? Она 55-го года рождения. Я говорю, как раз ты подлежишь? Она говорит, нет, я решила, чем нервы мотать, не стоит того, из-за 20-30 тысяч не буду я оформлять. Вот так она мне написала. А с другой стороны, я ей написала, что, да, действительно, люди 51-го года, даже рожденные корейцы, получили по 20 тысяч. Ну, что это такое? Я говорю, это не стоит тех нервов и расходов на такси, которые ты понесешь во время оформления документов. Вот, Нелли отказалась. Я ей написала, что Илья должен заехать за свидетельством о смерти бабушки, папиной мамы. Вот, потому что... Это у нее все такое? Это у нее оказались. Я когда спросила, она, ты знаешь, мне говорит, я вообще не помню, чтобы я в руках держала этот документ. Я говорю, Нелли, ты же тогда там жила с матерью, конечно, у тебя больше ни у кого, у нас нет. Потом, через некоторое время, она мне перезвонит, нашла. Ну, короче, она отказалась от этой выплаты. И очень много по республике таких людей, которые рождены в 50-х годах, и они, в общем, чтобы нервы целее были, отказываются. Дальше, Липе. Ну, вот в моей практике я же говорю сейчас вот с дочерью, люблю, беседую, говорю. В моей педагогической деятельности были корейские классы, когда вот Ассамблея народов Казахстана поднимала, в общем, свою инициативу и попросили, когда корейские классы открыты, у меня в классе были одни корейцы, чему я очень сопротивлялась поначалу, а потом была несказанно рада. И помню, на родительских собраниях, вот сейчас, если меня слушают родителей, они скажут, да, правда, что Лидия Ивановна всегда так говорила. Я всегда говорила. Корейцы говорят, природы говорю. Умолы таким говорю, способностями на, природа их наградила. Сейчас тебе понапишут. Пускай пишут. Я буду это всегда говорить, говорила и буду не говорила. Я говорю, такие, я всегда на родительских собрания А когда меня хейтят, мама говорит, вот, видишь, вот, видишь, вот ты болтаешь, видишь, сейчас тебе тоже напишут. Пускай напишут. Во всех народностях есть, в национальностях есть, умные, есть дураки, среди корейцев тоже хватает дебила. Но у меня в классе всегда попадались такие способные дети, говорю, я родителям всегда, родители ругала, и говорила, от природы, говорю, снабжены, говорю, таким, говорю, способностями, умом таким, а почему, говорю, вот, в истории нашей школы, у меня школа была с английским уклоном. Ни одного нету корейца, чтобы человек с золотой медалью школу кончил. А потому что, говорю, нужно пятую точку, говорю, к стулу прижать и сидеть, говорю, заниматься, учить. Я говорю, от природы, говорю, умные, но посидеть, позаниматься, говорю, это нет, не дано. Ленивые, страшно. Это вот я, продолжение разговора про нашего внука. От природы умные, это только евреи. Корейцы, ничего страшного, они тоже не дурнее, да. Нет дурнее. Но евреи, они усидчивые. Нет. И потом, есть такое, Кира, ты, наверное, слышала? Все, что в мире придумано, это все придумали евреи. Изобрели. Умный народ, ничего не хочу сказать. А корейцы? Ты слышала такое выражение, еврейская мама, которая, вот она в своем воспитании, вот им природа ум дала, а еще еврейская мама, она так воспитывает своих детей, усидчивости, будет сидеть, может быть, чуть ли не с плеткой и заставлять музыкой заниматься. Но это же не все. А корейцы? Нет, корейцы, чтобы корейская мама вот так сидела, ой, нет, будешь сидеть, будешь... А о них очень не надо. Вот так же. Вот так же. Вот. Поэтому вот. И не надо далеко за примером ходить. Я всегда говорю. У меня вот внуки, они, кстати, оба у меня учились понемножку. Нет, Дима-то кончил вообще у меня началку. Данька, чуть-чуть. И вот я всегда смотрю, что способности хорошие, а лень вперед родилась. Вот и все. Поэтому. Так что, если родители меня, некоторые смотрят, мои родители, конечно, они это... Надо громко, как я. Как не пишут. Перебиваешь меня вечно, да. Чтоб вам слышно было, я стараюсь. Какие? Я сейчас буду бубнеть под нос. После вчерашнего видео. О, там. Понаписали, да? Все меня хают. Угу. Они считают, что я над тобой вижу. Как с гуся вода. Да мне плепать вообще на все это мнение. Я что, взрослый человек, у которого есть свои мозги. Не собираюсь никого слушать. Не родился еще тот человек, который тебя переубедил. А зачем переубеждать? Зачем? У каждого свое мнение. Они считали, они думают, что я над тобой издеваюсь. Хочу тебя захопать, как собаку. Я в общем шоке. Нет, вот. Такие глупости. Друзья зрители, да? Вы вообще чем слушаете? Вот там несколько только человек внимательно, видимо, слушали, или у них есть чем слушать, или чем думать. Они правильно написали, правильно поняли вообще суть вчерашнего спора. А они уже нафантазировали, что я вас закопаю, как собак. Никого не позову. Звать я никого не буду, да. Вот только свои близкие, и все. А у нас здесь некого и звать. Ну, все-таки будет же звать. Близкие, все-таки будут. Ну, родные-то, естественно. Не вдвоем, сколько и будете сидеть. А кто у нас еще? Внуки? Все. Больше никого нет. Да ладно, я тоже. Да и родственники. Честно говоря, я тоже. В Сеуле у нас родня живет. Где у нас еще есть? Ну, троюродные. Это очень, да. При жизни мы не общаемся, а вот это вот на похороны звать. Людей напрягать. Оно им надо. У них своя родня есть. Опять? Не говори ничего лучше вообще. Нет, я объясняю, потому что люди вчера не поняли. Куда им, да? Каждый понимает, да, как хочет. Каждый судит меру своей испорченности. Ну, точно. Какая хамка, какая она злая, какая она... Да я милосерднее вас всех вместе взятых. Ой, не надо я так. Вы просто много ничего не... Многого не знаете обо мне. Расскажи. Они исправятся. Прямо ты вот их воспитываешь, они исправятся. Да я не воспитываю, я просто объясняю. Не собираю. Никогда вообще никого зачем мне воспитывать. Ой. Люди, не зная, начинают... Вернемся к пельменям. Итак, дорогие друзья... Пельмен не вставай. Вот наш папа сейчас прямо отгул взял. Вообще-то это его была святая обязанность. Всю жизнь. Сколько лет мы с ним живем. Всю жизнь я вот так катаю, потому что у меня всю жизнь маникюр, и у меня это тесто ногтями протыкается, и потом у меня некрасиво получается. И всю жизнь он лепит. Я катаю, он лепит. И это... А сейчас обрадовался, что Кира взяла на себя эту миссию. И он лежит, включил этот... А что тут такого? А я мне куда? А ты моложе его на 6 лет. Все равно. Я тоже хочу уже отдыхать. Нет. На том свете будешь отдыхать. Опять все к этому слонится. Я так ржала над этими комментариями. Нет бы исправиться, она ржала бы. Ну сейчас я буду 60 лет исправляться. до 60 лет. Ты сама говорила, что ничем ребенка не воспитаешь. Человек. Такой родился, такой он родился. Да, да. Вот ваш любимый сыночек, он же так себя не вел с рождения и до сих пор не ведет. А я... Наш любимый сыночек. Уж какая есть. Надо мне как-нибудь рассказать историю моей жизни со свекром и свекровью. Друзья, кому интересно, напишите. Я вам расскажу. Я прожила с ними больше 20 лет, да? Со дня замужества и до смерти последнего. Свекровь. Свекровь умерла раньше. Он остался со мной. И умер он 89 лет ему было. Два года он жил без свекрови. Со мной жил. Без жены. Ну, в смысле, без супруги. Без супруги, без моей свекрови, да. Мне очень много есть что рассказать. Тогда вы, наверное, не будете обо мне думать. Вратья о ней буду, да? Какая я тварь. Интересно мне бы посмотреть, вы бы смогли прожить 20 лет. Я когда замуж вышла, они уже были, да? Дай колбаску. Уже они были пожилые, потому что мать моего мужа родила 45 лет, а отцу было 50 лет, да? Так что они уже были старые. Так, сейчас я нарежу. Папа пришел. Он, оказывается, все слышал. И вот такой человек интересный. Я бы выскочила. Стала бы орать. А я ему кричу, робот, Данька экзамен сдал. Второй. Он говорит, я все слышал. Как так можно? Спокойно. Хороший слух. Руки умывает. Раньше мы себя вместе любили, а сейчас... Сохнут крылья. Интересный товарищ. Надо вот так накрыть чем-то. А чем? Какой мать ты, а? А какой ты? А то у меня сейчас в камере там видно будет. Чем накрыть? Ой, уху. А я в них лежит. Сейчас. Как я там уже. Сейчас я в пакет пойду. Ой, блин. Блин, блин. Так. Накрыла, чтобы не заветривалось тесто. Легко, говорит, он сдал. Молодец. И, главное, все экзамены с первого раза. Нет, тот, главное, на английском языке, я прижил первый экзамен. Этот, на корейском. Это мое. Ну все, а потом по городу там уже. А по городу просто... Нужно вождение. Надо понравиться еще инструктору. Дорожные знаки. А он и так всем нравится. Думаешь? Да, я знаю даже. Знаешь. Ясно. Поздравляю. Такого все надо. Спасибо тоже. Всем нравится. А поскромнее быть нельзя? Я ж не про себя. А я никому не нравлюсь. Про своих детей. Да? Да. И не собираюсь. Учиться никогда не поздно. Учиться чему? Хоть чему. Хоть чему. Той же скромности. Той же скромности. Той же грамотности. Они мне пишут, что я безграмотна. С этим я не согласна. С этим я не согласна. С этим я не согласна, что безграмотна. Кстати, грамотность тоже я смотрю иногда. И думаю, все равно это, наверное, от рождения зависит. Честно? Природная грамотность. Природная грамотность, да. От родни моего племянника, да? Вот он. Грамотный же. Хотя он даже среднюю школу не кончил. Он из среднюю школы кончает, и безграмотный тоже. Ну ладно, все, теперь можно умирать. Дождались. А, нет, еще прав нет. Опять умирать. Вот видите, кто начинает разговоры? Потому что я, мама про этот разговор, про охраны ведет, со скольки нам лет ты ведешь? 60 лет. Вот. Видишь? 60 лет у нас там, в Казахстане. Как только ханга бесправляет. Не только в Казахстане, в СНГ, да? Да, среди коринцев. Ханга бесправляет и считает, что нужно... Ханга бесправляет и считает, что... Похороны, все, при жизни приготовить. То есть, что я имею в виду? То, что... В чем тебя в гроб покладут? Это значит... Не покладут, а положат. Положат. А они все мне пишут. Она так умеет писать, что... Говорит, положат. Да. Значит, во-первых, в гроб одеялка шьют. Потом матрасик шьют. Подушечку. С какой любовью и интересом она говорит про все эти ритуалы похоронных. Потом, значит, платье шьют, которым нижнее белье кладут. Зачем это на полцейне? Вот мужчинам, например, даже под докальсонов, носки, нижнее белье, майки, трусы. Я все подготовила. Все-все подготовила в отдельный чемоданчик. И, значит, этот чемоданчик у меня в шумфанели стоял. И пакет такой был. В одном пакете моя одежда, в другом пакете, значит, моего супруга одежда. И когда мы уезжали в Корею, это, конечно, там осталось. Мы же не планировали тут вообще оставаться. И тут умирать. И теперь, когда сестра моя там на хозяйстве на моем осталась и в моем доме, я сказала, теперь этот чемоданчик, все, пусть тебе перейдет. Она мужской костюм, она, не знаю, говорила, что она кому-то продала. Я сказала, в церковь увези, отдай людям. А то, что я себе приготовила, это, говорю, ты себе забери. Все, там все готово. Все, вплоть до платья, вплоть до нижнего белья, все готово. Ну, она так и сделала. Так что ей не придется, не придется ее ничего самой готовить. Ну, вот, все мое по наследству ей перейдет. Что, ты опять наставил? Что? А что, до этого затекел? Там шумит, нас не слышно. Так, что ты говоришь, какое у тебя платье было? Вот, я когда себе на смерть готовила, 60 лет, когда исполнилось, значит, я там все-все-все приготовила. Мужу, например, начиная с нижнего белья, белые кальсоны, белые трусы, белая мать. Чуть погасла. А, все. Ну, в общем, красивое платье, да, было? Очень красивое. Мне оно так нравилось. То есть, ему этому платью вообще износу не будет. Вот. На том свете. И поэтому я решила, потому как я его очень любила, это платье, я решила его и на смерть себе. И все. В чемодан упаковала, в пакетах, чтобы моль не погрызла. Потому что это была, это была шерсть прям. Это была тонкая-тонкая шерсть, трикотаж был. Вот. Не трикотажное, а прямо шерстяное это было платье. И вообще, я когда одевала это платье по праздникам, я в нем себя прямо чуть ли не королевой чувствовала. Это я так решила. Да, потому что воротник был шалевый до пояса. Вот так вот, прям вот так. Вот так и вот сюда до пояса. И от пояса вот эти три пуговицы белые шли. Обтянули, обтянули. Да, 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 да. Роба, ты помнишь это платье? Да. Не помнишь? Ну, так можно. Эй, ему ничего не надо. Не помнит он. Но я фотографию тебе покажу. У меня есть фотография. Вот. Какое это было красивое. А помнишь, я шила тебе черное? С накидкой шифоновым. О, да. И я приходила на банкеты. Да. Платье было вот так без рукава, да? Да, вот так было платье без рукава. А сверху была шифоновая накидка, и она вот здесь на шнурках завязывалась. Вот такое было у меня платье. Короче, когда-то в молодости Кира очень любила брать модели из журнала «Бурда», и меня вот так одевала. А помнишь, я шила тебе полупальто кличное? Ты его носила, Боже, и потом еще тапки с него шила. Костюм. Это было не полупальто, это был костюм, юбка и полупальто такое было. И тоже оно было такое необычное, Боже мой. Вообще, конечно, мне завидовали учителя. Вот. Эти там клапаны вот такие были. Вот эти клапаны. И на клапанах пуговицы. Это было очень красиво. Кстати, у меня есть фотография этого костюма, Кира? Нет. Ни одной фотографии нету? Нет, надо поискать. Не может быть. Память забилась уже. Хорошо, конечно, сидеть вот так за столом, вместе с дочерью лепить пельмени и вспоминать молодые годы, когда... Да, это... Дочь моя еще и деньги зарабатывала. Отшивала я. Отшивала клиентов, да. Клиенты приходили именно из журнала Бурда. Модели выбирали. Она снимала мерки. Выкройки, кстати. Там журнал Бурда давался же с выкройками. Вот. И это неплохо у меня получалось. Всю ночь ползала, я еще помню. И это... Потому что дети были маленькие. А, Дима был маленький. А это... Работы не было. А работы не было. Когда как раз начался этот Бурда, помнишь? Ни газа, ни света. Ой. Зарплаты не платили. Имея музыкальное образование, вот не было работы. И она была вынуждена вот так вот заниматься. Ну, когда все выходили, помнишь, на базары. Я, оказывается, вот сейчас недавно тоже вспоминала. Я что только не шила, ты помнишь? Я даже свадебные платья шила. Пальто шила? Пальто, плащи, шубы. А сколько этих кардиганов ты шила? Не кардиганы, а вот эти. Ой, как они назывались, а? Такие пальто были в моде. Разлетали. Как трапеция, да. Я забыла, как они называются. Я забыла. Вообще. Как называются они? Пошли, в моду вошли они. Их носили с высокими сапогами, с ботфортами. Пальто такое, трапециевидная форма, короткое. И вот так вот, как разлетайка. Да, да. Как называлось? Напишите, друзья, как называлось. Короче, склероз уже. Я себе сшила, куда-то вышла. И помню, иду, и все ко мне, еще такое, я сшила себе ярко-оранжевого цвета. И черные две большие пуговицы. И пока я шла, не помню куда, меня останавливали по дороге люди, ну, женщины, и спрашивали, где вы купили, где вы купили. Подожди, как же называлось? Вот такой вот реглан-воротник был, плечики тогда были в моде. И оно от подмышек прямо шло. Две строчки всего-то и было, да. Такое пальто, как колокол. Укороченное оно было, модно. Да, 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 да. Чуть выше колен. И еще сапоги-батфорты надевали. Батфорты, да, у меня были, да. И это? И я вот, пока шла, они мне подходили, все спрашивали, где купила, где купила. Я говорю, я сама сшила. И они стали говорить, ой, а можно заказать? Я помню, тогда я пошла, купила драпы. Сколько ты их сшила? И как давай я их сшить и на базаре продавать. И цвета я такие выбирала драпам. Бирюзовые, черные, бордовые. Вот эти вот, терпичного цвета, оранжевый, желтый. Клечатые вот такие. Появился кашемир, помнишь? Куриная лапка, да? Очень модные были. А вот именно такие однотонные, яркие. Потом появилась ткань, вот этот кашемир такой был. Да, да, да. Он дорогой был. Вот из него вообще красивый. Они так красивые. А мне, помнишь, ты кашемировое пальто сшила бледно-бледно. Какого-то такого оно цвета было, телесного, да? Вот такое. А, да. Как я его долго носила тоже. О, я забыла даже. Ты представляешь, что я сшила? Очень красивый был пальто. Я его тоже долго-долго носила. Потом мне в шифонире моль завелась. И кое-где этот кашемир моль поточила. Но все равно я носила. И, по-моему, уехала, так в шифонире оставила этот пальто. Ой, ну как же эти... Это мода называлась. Господи. Не мода, а фасон. Фасон. Кто в девяностые был молодым носил? Напишите. Даже могли, знаете как? Они были, как это... Цельнокройный. Рукав был вот так, прямо из самого... Вот так просто... Можно как цельнокройный. Можно было вот часть боковины подшить, и получался как рукав. Вот так получалось, да? И он был вот такой вот, вот такой вот трапециевидной формы. Как ты мог показать трапециевидной? И даже... Нет. От подвижек вот так шла трапеция, да. И ты помнишь, еще вот здесь вот делала вот такие вот... Горловину обшивала, и можно было на бантик вот тут вот завязать, а тут пуговицы можно было и не пришивать даже. Нет. Как это называлось, Кира? Там я чаще всего делала вот такой отложной воротник шалевый, и с запахом вот тут на две пуговицы. Пальто же это было. Какая завязка? Мне кажется, так было. Ну, как это называлось? Вспомнили мы, как пальто называется. Свингер. Свингер, да, 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 да. Я бы сейчас с удовольствием тоже такое бы поносила. Очень красивые, кстати, были эти фасоны вот этого свингера. Очень красивые. Такой простой там. Да. Ну, я сшила с подкладом. Как пальто полноценное. А можно было и без подкладышей. Можно без подкладышей, да. Да, просто. А бежевое пальто демисезонное, которое ты мне сшила, сколько лет я его носила, боже мой. Еще сшила его это... Вот этот рукав, помнишь, был вот так расширенный? Я ему стежку сделала вручную. Тройная строчка такая была, и вот этот сам рукав был вот так, вот так вот, с вырезом, вот с таким фигурным. А, это строчка была? Да, строчка, тройная строчка. А какой-то я тебе... А, помнишь, черный костюм у тебя был? Я вручную его сидела и вдоль борта, вдоль горловины, выше... Да, 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 да. Такой шелковой нитью. Ой, какая я дура была. Ужас. Мать хорошо одевала, это что, плохо, что ли? Ага. Спорить нельзя, да? Спорить нельзя. А одевать надо, обязан. Ужас. Да, было такое время. А как я вязала... Ты помнишь, Димка маленький был, я ему связала свитер такой, полуверх, с оленями, в скандинавском, вот такой маленький-маленький свитерок такой, на плече вот так пуговицы, и он такой бело-был голубой, белый свитер, и голубым, он весь был двойной нитью связан, бело-голубой, и такой был скандинавский рисунок, олень. Я вот уже не помню, олень, ничего-то, снежинки. В общем, вязать трудно, потому что все время два цвета нити нужно. Да, менять. Менять, да. За собой везти. А тогда же дефицит был детской одежды. Ольга привезла им вот эти кроссовки, она купила в Ленинграде, японские, у этих торцовщиков. Они тогда стоили 60 рублей, я как сейчас помню. Я вот одевала его, этот свитер, эти кроссовки, мы тоже выйдем, и все спрашивали, где вы купили, где вы купили. Ужас, да? Ничего не было, капец вообще. Что за страна, даже трусы не могли сшить. Так, не надо хаять в страну, в которой мы жили, не надо. Ну, что? Ну, зато мы сами научились все делать, вплоть до того, что даже... Да, ну, чем делать это? Прялка была у нас, помнишь? Мы пряли шерсть. У нас было заниматься именно... Научились. Помнишь, когда я... Нет, вот я помню, в Советском Союзе, помнишь, трусы? Вот не было нормальных трусов. Даже трусы покупали, старались импортные. Вот эти недельки, я помню. Ну, в детстве-то я не помню, какие трусы ты мне одевала, но они мне бесили всегда. В попу лезут. Что они в задницу лезут. Ну, трикотажные она терпеть не могла, потому что всегда говорила, не одевай мне их, они мне в попу лезут. Вот трикотажные, а какие они еще? А это... А ты... Я тебе еще одела, которую сама шила. А, ты сица. Три тужи? Да. Нет. А на резинках? На резинках, и помнишь, в горошах были. Ну, это совсем манерно. Вот. Да. А потом появились вот эти, по великому Владу, эти несчастные трусы-недельки. И то их невозможно было достать. Ну, где-то доставали, да? Угу. Ну, почему не могли даже трусы шить? Вот объясни мне, пожалуйста. Не наладили производство. О, кошмар. Надо было кому-то взяться, наладить производство. Что там? Какой-то нужны высокие технологии трусы шить? Ужас. Ни косметики не было нормально. Ткань нужна была. Ну, ткани почему не было? Потому что не было своего ткацкого производства. Господи. Богатей... Ой, богатей. Богатей страны нету на земле. А помнишь, косметика какая была? Я помню, к Ире приехала я, она уже тогда начинала краситься, ресницы красила. Пока была тушь венинградская, туда плюнуть надо было. Щетка такая, знаешь, пластмассовая. Ой, капец. Польские тени. И чё? Чё ещё было? И всё. Ну, я никогда не пользовалась ни тенями. Я не хочу, ты не понял. А вот люди, кто украсился, это же дефицит был страшный. Невозможно было ничего достать. Ой, в Юрюшной Корею, видишь, всё сами делаю. Можно же, оказывается. И трусы шить. Косметика. Кира, я уже устала, я не могу больше катать. У меня плечи это болят от того, что я низко сижу. Не переводи разговор, мама. Мама так не любит, когда плохо говорят про её любимый Советский Союз. Про Казахстан. Про Советский Союз я говорю. Тогда мы жили в Советском Союзе же. Да и Казахстан ещё сейчас, они выпускают, что ли? Китайское всё барахло. Самого плохого качества. Ну, в лучшем случае турецкое. Вот скажите, что я не права. И до сих пор. Хорошо ли, плохо ли, мы там жили. Всё. Выжили. Мы не жили. Кто спорит с этим? Я и говорю, что жили. Нуждались, конечно. Во многом нуждались. Ой, первые джинсы, когда появились. Боже мой, Боже мой, Боже мой. Когда мне купили эти джинсы, я помню даже. Боже мой, этот Техас. И ты мне связала вот такой голубой полуверма херовый. Я одевала это и шла, как будто я была королева на седьмом небе. Это ужас. Хорошо, мы плохо ли. Я недавно вспоминала. Первую в нашей семье шубу ты носила. У тебя была цигейка. В нашей семье. Мама, папа, ты. О, цигейковая шуба. Я не носила, а ты носила. Потом, когда ты уже стала девушкой, дублёнку первую. Кто носил? Ты носила, мы не носили, а ты носила дублёнку. Помнишь, папа где-то в этом? Эй! Приехал. Приехал. Эй, молодец какой. Какой молодец.